Всем привет! Сегодня будет продолжение подготовки к Новому году. Новый год не за горами. Я сегодня мою хрусталь. Перчатки. Мне нужен крахмал. Нашатырный спирт. Вот я взяла 3 ложки крахмала, но в принципе здесь не имеет значения. Здесь нашатырный спирт нужен немного для растворения вот этого налета. Я беру 3 столовые ложки крахмала, столовую ложку нашатырного спирта и синькой. Синькой развожу вот эту крахмально-нашатырную смесь. Вот такая у меня красивая голубенькая паста. Смесь достаточно странная. Она вроде жидкая и в то же время вроде густая. Но вот этой смесью натираю все вот эти грани, чтобы очистился каждый пазик, каждая выемка. Потому что когда хранится хрусталь на кухне и используешь его, он покрывается вот этим кухонным жиром и уже не так блестит. Ну и все равно я так раз в два года и раз в два года нет. Два раза в год натираю на Пасху и на Рождество. Беру мягкую тряпку, такую не губку, а именно тряпку. Ей легче наносить этот раствор и очищать все грани хрусталя. Мне трех ложек хватает на большое количество отмыть. И нанесла раствор. Вот он постоял. И теперь в холодную воду и все это смывать. Если много хрусталя, то я это мою в тазике. И потом в этом тазике еще можно домывать другую посуду. Хрусталь будет как новый. Крахмал отполировывает, микротрещинки какие-то, микроцарапинки с хрусталя. И все будет как новое. Ну и вот. Блестящий, искрящийся хрусталя. Вдираем все льняным полотенчиком. И по местам. Благодаря крахмалу с нашатырным спиртом отмывается каждая грань. Каждая полосочка все блестит. Причем без труда абсолютно. Просто наношу эту массу и она все делает сама. Ну что, всем пока. До новых видео. Причем без труда. Причем без труда.